Я буду говорить с вами с немного другой точки зрения. У Джона было хорошее видение для меня. Но я начну с небольшого, с маленького. Я был как Гидеон. Я был как Моисея с другой стороны пустыни. Потому что что же делать, когда Бог дает вам большое видение? А вы думаете о себе в таком ракурсе? Откройте 2 Петра, 1 глава, 5-13 стихи. Но не читайте еще. Просто не читайте еще. 1 Петра, 2 Петра, 1 глава. Пятый, тринадцатый. Просто сначала послушайте. В этом разделе Писания Идет перечисление добродетелей, которые говорят о том, что вы верующий. Я хочу, чтобы вы перепрыгнули к 9 стиху. Я начну с этого стиха. Девятый стих. А в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. У меня не получалось исполнять эти добродетели. Я даже не мог попасть на эту дорожку, чтобы добраться до Божьей судьбы. И как говорится, что эта книга, это благая весть, а эта благая весть меня так побила. И у меня не получалось этого делать. Я называл себя христианином. И я знал, что Бога есть призвание для моей жизни. Но я даже не мог жить по тому пути, той жизнью, которую он уже имел для меня. В Америке есть комедий-шоу. Есть там такие парни, которые хотят вам что-то втюрить, продать вам, и они стоят возле красивых машин и девочек. И они все говорят, если только вы будете делать то, что делаю я, то у вас будет все это. И когда я смотрел, наблюдал за служителями, за кафедрой или служителями по ТВ, то была хорошая эта идея. Я бы хотел стать как они, но у меня не получалось. И в этом комедий-шоу, короче, пародия идет на этих продавцов. У этого продавца, допустим, два больших громадных дома. Пять машин. Роуз-Ройс, БМВ. А, четыре женщины, две по бокам, две с каждой стороны. И улыбка на тридцать два. И он говорит, у меня есть этот продукт, и я хочу, чтобы вы купили этот продукт. И он говорит, я был бедным мигрантом, который приехал в Америку. И он говорит, один день мне позвонил мой дядя. И он говорит, одна из моих прапрабабушек, которых я не знаю, вообще, умерла. И, ну вы поняли, двадцать миллионов долларов. И он говорит, почему же вы не можете этого сделать? Так же самое я себя чувствовал, когда смотрел на ТВ. Наблюдаясь за этими служителями по телевизору, у них такая шикарная жизнь, у них всегда есть деньги. И я не соответствовал тому, кем они являются. Поэтому я начал спросить Бога, Бог, мне нужна помощь. Я хочу быть там, где ты хочешь меня видеть, куда ты меня призвал. Но у меня не получается ничего. В девятом стихе. Я не преуспевал в этом. Я говорю, что мне не достает? И поэтому в один день, это было в девяносто девятом году. О, и, окей, также, в то же время, и я буду быть очень honest, я был честен с вами, так как в то время я был пристрастен к порнографии по телевизору. Я не мог уйти от этого, не мог прекратить. Поэтому это еще одна борьба была. И так, был грех. Слабость. Все было против меня. Но Бог призвал меня. Поэтому я однажды ехал поздно домой уже ночью. И когда я ехал в машине, то я услышал, как Господь говорит мне, приди и посмотри на меня. Я посмотрел по сторонам. Я думаю, приди и посмотри на меня, увидь меня. Я просто это, как бы, отставил в сторону и продолжал ехать. Я проехал еще немного по дороге. И потом снова этот голос, он был в моем духе, но такое ощущение, что он был аудиальный такой звук. Приди и посмотри на меня. Увидь меня. Сейчас. У нас был молитвенный центр, близко к нашей церкви. Я решил, хорошо, я устал, но я знаю Божий голос. Хорошо, Бог, я приду и увижусь с Тобой. Я приезжаю в этот молитвенный центр. И там собирались пастора, у них была такая своя встреча, и двери были закрыты. А на улице было холодно. Я был разочарован. Я говорю, ну хорошо, вот я уже здесь, что ты хочешь, чтобы я сделал? А что было там, возле того здания, были некоторые стулья, там небольшой садик такой был, то есть растения и стулья стояли, и скамейки. Я пошел в этот сад, и я сел на стул. И я говорю, я здесь, что ты хочешь. И вот я сижу там уже минуту. И как внезапно, никого, в принципе, вокруг меня не было. Но кто-то был за мной. Я никого не видел. Но вы знаете, когда вы дома находитесь, кто-то заходит, то вы знаете, что кто-то сзади тоже произошло со мной. И вот интересно, сижу я на этом стуле, скамейке, и наблюдаю впереди себя деревья, трава, небо, и что-то впереди меня начало формироваться. Все мои чувства были, органы восприятия, сосредоточенные на что-то, что было впереди меня. И такое ощущение, что волны масла были на моем теле, и горячо у меня стало. И в моем духе постоянно я видел прошлое, настоящее и будущее. И все это указывало на кого-то. Это был этот Агнец, Иисус Христос, я видел Агнца. И я понял, что от начала времен все творение и все Слово Божие указывает на Агнца. И все то время, которое еще впереди также всегда будет указывать на Агнца. И внезапно что-то внутри меня начало взывать Агнец достоин, Агнец достоин. И я стоял здесь, и я слышал, что в моем голове говорили это, но я не говорил это с моим умом. Я думал, кто же это говорит? Но это было как бы я, но который снаружи стоит, и говорю это. И у меня была встреча с Агнцем. Я, конечно, все это сокращаю очень сильно, поскольку многого другого было тоже. Поэтому так я ходил следующие пару недель. Потому что у меня была встреча с Агнцем. И сразу же Сразу же мои желания начали изменяться. Я не хотел смотреть порнографию. И раньше я проводил 8 часов смотреть телевизор. И он говорит мне, выключи телевизор. Я выключил телевизор. И это было чудо. Поскольку мне нравилось телевидение. И он начал призывать меня к постам. Мне нравится кушать. Поэтому что-то происходило внутри меня. Я не знал, что происходит. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот процесс, который происходит во втором Петре, послании Петра, пятой, восьмой стихи. То вы прилагая к всему все старания, покажите вере в вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Он дал мне веру, чтобы я мог видеть Его. И когда я увидела Его, я изменился. Помните Моисея на горе? Когда Моисея смотрел на Бога, то он преобразился. Когда я смотрел на Ахтса, я тоже преобразился. Такое ощущение, что в моем чреве было семя. Я забеременела образом Иисуса Христа внутри себя. Я была как беременна женщина, которая защищает ребенка от дыма, алкоголя. И все, что может повредить этому ребенку, Господу, внутри меня. Я хотел все это отталкивать. И этот ребенок был дорог для меня. И поэтому вера в меня, вера, которую Он дал мне, позволила мне, чтобы знать Его больше. И поэтому эта вера, которую Он мне дал, подталкивала меня к тому, чтобы знать Его больше, желание знать Его больше. И когда я познал Его, то я захотел достигать совершенства, превосходства. И чем больше этого превосходства, совершенства было, тем больше у меня было желание жить в благочестии. И Джон может подтвердить, что каждый раз, когда они приходили в молитвенный центр, я был там. Моя молитвенная жизнь, она увеличилась. Я бы хотела сказать такую фразу. Я решил помолиться, и я помолился, но это не так было для меня. Он родил это внутри меня, поэтому это стало частью меня. И снова я начну, что это началось со встречи с Ним. И где-то спустя два года я был очищен, и я развивал молитвенную жизнь. Мы, как эта школа, в Техасе у нас есть школа, как бы называется «Жизненный путь». И приходили гости туда, в эту школу. И все молились над гостями. И Господь начал давать мне слова и видения для этих посетителей. Я спрашиваю, что же со мной происходит? И затем в Шэдди Гроф у нас был пророческий класс. И один из учителей был Лани Хейгер. И Лани сказал, что Рикки, в твоей жизни есть призыв. Он сказал, что я хочу, чтобы ты пришел и присоединился к пророческой команде. Я был напухан до смерти. Он сказал, что получится у тебя, приходи. Поэтому я начал служить в пророческой команде. И дар внутри меня начал расти. Расти все больше и больше. И как в седьмом стихе благочестие ведет к братолюбию. Когда Бог изменил меня и изменил мое восприятие себя. То по какой-то причине я хотел идти дальше и благословлять братьев и сестер. Это не просто я принял такое решение и сделать это. Я был не жаден, а голоден внутри. Я знаю, вы, ребята, все равно это не понимаете, когда беременна женщина. Ест за двух людей. И поэтому мой ребенок был голоден. А я был дважды голоден. И я хотел идти и помогать всем, кому мог. Я присоединился к пророческому служению, а затем к служению исцеления. Я должен был кормить своего ребенка. И в Библии говорится, что внутри нас есть образ Христа, который растет. И это же происходило со мной. Внутри меня был Господь Иисус Христос, который рос. И за последние три года я был в ресторане, я кушал в ресторане. И подходит официантка. И Господь говорит, помолись за официантку, помолись за ее маму. Я говорю, это я не знаю, кто эта девушка. Я же ее маму тоже не знаю. И Он говорит, ну ты все равно молись за ее маму. И я говорю, нет. И продолжаю кушать свою еду. И Господь продолжает мне говорить, молись за маму этой официантки. Я говорю, а-а-а. Чек, пожалуйста. Дайте мне чек. И уже когда я собирался идти. И Господь опять говорит, помолись за эту девушку, за ее маму. Хорошо. Я говорю, ну как тебя зовут? И она говорит, что ее имя Мисси зовут ее. И Мисси сказал, я говорю, хорошо, Мисси, это звучит странно. Я говорю, но когда я вошел в это место, то Господь Иисус сказал мне, чтобы я помолился за твою маму. И потом я спрашиваю, конечно, с сомнениями спрашиваю, что-то не так с твоей мамой? И ее глаза покраснели. И она говорит, что моя мама развелась с мужем, с которым они 25 лет женаты. И с отцом ее. То есть, и отцу достали все деньги, а мама никогда не работала, то есть, она без обеспечения. И у нее были трудные времена. Я спрашиваю, можно ли мне помолиться за тебя и за твою маму? И в той мастеране было полно людей. И она говорит, да, конечно, можно. И она подошла, села на стол. И я начал молиться за ее маму. И вот что я услышал от себя же. То есть, я этого не думал, но я говорю это. Говорил. И я говорю, молюсь, я разрушаю дух суицида над ее матерью. И я подумал, что? Я подумал, что? О, Боже мой, что я сказал? И девушка начала плакать. И она была ждут все эти табли, которые она ждала, и она была плачет прямо там, в front of me. То есть, там ее ждут уже другие посетители, и она тут сидит, плачет рядом со мной. То есть, она позволила мне знать, что все было очень плохо, и такая вероятность была суицида матери. И поэтому, что происходит, этот весь процесс, который мы видим во втором Петре, братолюбие, а потом любовь. Я хочу еще посмотреть на двенадцатый, тринадцатый стихи. Ты хочешь мне это читать? Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете и утверждены настоящей истинной. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Вы можете читать свою версию? Да, конечно, можно. Я планирую продолжать напоминать вас о этих вещах, даже если вы уже знаете их и вы стоите в правительстве. Да, я верю, что я должен продолжать напоминать вас о этих вещах, так долго я живу. Этот процесс, который я прошел, это продолжительный процесс. Этот процесс, через который я прошел, это непрекращающийся процесс. Как в Писании говорится, вы переходите от веры в веру. Переходите от славы в славу. Поэтому, если вы переходите от веры в веру, вы снова возвращаетесь на свои круги к этому процессу. Почему я делаю такой акцент на этом Писании? Потому что вы уже близки к тому, чтобы вырасти в духе и взорваться. Эта молитва, которую вы молились, если вы искренне молились. Вы в школе, и Бог вас пригласил в эту школу, чтобы вы могли превратить мир. И вы в школе, и Бог призвал вас сюда, чтобы вы могли преобразовывать мир. Это не только для вас. И не только для вашего дома. И не только для ваших ближних. И вы призваны преобразовать мир, поскольку вы семя Авраама. Два года назад Бог дал мне слово, звезды падают. И что этот свет от звезды, он расходится в стороны. То есть в Америке что у нас происходит? Такие супер-миссионеры, супер-христиане, служители, они как звезды, они падают. И то же самое было еще больше лет назад, когда другой телевизионный проповедник упал. И это то время, когда я был в порнографии и в остальном мусоре. И я был напуган. Я говорю, ну, Бог, если у них это не получается, то как я могу? И иногда страх заставляет вас молиться очень странными молитвами. Поскольку я сказал, я не хочу быть таким большим, для того, чтобы потом упасть. Я говорю, не надо, поэтому начни с меня вот здесь, на ничтожном уровне. И это то же, что он и сделал. Этот процесс он начал во мне. И два года назад, когда Бог дал мне слово, звезды падают. И я вспомнил сразу те годы, давно-давно, когда я был во грехе. Я говорю Богу, ты так много сделал во мне, и я хочу убедиться, что я стою крепко. Я хочу убедиться, что я не упаду. И когда я молился, мои глаза были закрыты и руки подняты. И в духе своем почувствовал, как он бросил на мои руки такое одеяние. И это было самое ужасное, противное, что когда-либо видел. От этого одеяния начинался как бы свербеж по телу. Он был темно-коричневого цвета, никакого хорошего цвета, красивого не было. Я спрашиваю Бога, что это такое? И он говорит, что это смирение, одень ее. Он говорит, из-за этого твоя голова не будет возрастать. И всегда ты будешь помнить процесс. Поэтому, почему я рассказываю вам все это? Потому что слово, которое Господь нам дала, для вас, опять же, вы будете быть, где многие эти телевизионные служители были. И я буду сказать это снова, потому что я хочу, чтобы вы были в том месте, где были многие из этих телевизионных служителей. И снова хочу повториться, что вы призваны, на самом деле, изменить мир. И как Писание говорится, когда поднимешься, то берегись, чтобы не упасть. И помните процесс всегда. Вера. Морал экселленс. Вера, добродетель. Познание Бога. Селф-контроль. Воздержание. Терпение. Благочестие. Братолюбие. И любовь к миру. И если вы повторите этот процесс в вашем духовном человеке, снова и снова, то вы не упадете. Держи. Держи. Десятый стих. Держи. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Аминь